Дорогие участники конференции, мы рады приветствовать вас на 17-й международной научной конференции Русской Музыкальной Архивы Рубежон, Верные Музыкальные Архивы в России. В этот раз наша конференция проходит под знаком юбилея Московской Консерватории и юбилея библиотеки, поскольку она начала формироваться одновременно с учебным заведением, которому библиотека служила верой и правдой на протяжении стадии 10-й лет. Нашу конференцию откроет проректор по научной работе Московской Консерватории, доктор и спецслаблений, профессор Константин Владимир Владимирович. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги, дамы и спецслаблений. Прежде всего я хочу передать приветствие ректора, который собирался открыть его конференцию, Александра Сергеевича Сахалова, но, к сожалению, не может быть, без этого времени сюда, и за неотложным делом. Ну а я и от ректората, и от себя лично поздравляю нас всех с юбилеем Московской Консерватории с 150-летия, с таким же юбилеем темы. И хочу вспомнить, что Московская Консерватория была создана в 1866 году, как второй российский вуз музыкальный, но, правда, в то время еще не было акцент в вузах, в то время все эти заведения тогда это было не так актуально, но не в этом дело. Второе ведущее музыкальное учреждение России. Для России это было очень важно, но дело в том, что это было событие уже тогда европейского масштаба, и само рождение Московской Консерватории было теснейшим образом связано с процессами, которые происходили в Германии, в Австрии, в других странах, в Италии, конечно, и хорошо известно, как Николай Робинштейн обсуждал многие организационные вопросы со своими коллегами в Германии, и в Германии, и с Листом, в частности. И вот многие профессора Московских Консерваторий, такие как Космон, они прибыли именно оттуда, где работали у нас в Московской Центре. К чему я все это говорю сейчас? Казалось бы, непосредственное отношение к нашей конференции не имеет, потому что вот то единое культурное, музыкально-культурное пространство, которое было в Старой России, в Старой Европе, оно на некоторое время оказалось прерванным и разорванным, и так же, как русская культура сама оказалась тоже разделенной на два потока, собственно, в Советском Союзе и в эмиграции, русское зарубежье, причем обширнейшие диаспоры в самых разных странах, которые тоже по-своему несли позиции русской культуры. И вот совершенно удивительная идея, которая родилась именно в нашей библиотеке, сопоставить русские музыкальные архивы за рубежом и зарубежные архивы в России. Вот именно такая постановка вопроса и дает возможность как-то окинуть единым взглядом все это пространство, которое, я не знаю, было в какое-то время разорванным, сейчас оно вроде бы восстанавливается и очень много усилий делается, чтобы оно восстановилось. И вот уже 17-я конференция, это, пожалуй, вообще, наверное, не в рекордов можно поставить, потому что ни одна еще серийная конференция в Целлатории не набрала такого числа, 17-я, это очень много. И вот тут, видите, лежат трубы, лежат материалы в предыдущей конференции, и точно так же будут оставаться материалы в этой конференции, конечно. И вот это очень важное благородное дело восстановление единства русской культуры. Причем тут, как я посмотрел программу, сюжеты ведь очень разные. Это и 18-й век, когда были очень, когда уже очень активные контакты начинались между Россией, еще 15-го, а то и не было. Но контакты музыкальных культур уже были, контакты музыкантов были. И тут фигурируют имена и деятелей 18-го века, и 19-го, и, конечно же, 20-го, что для нас особенно важно, что и в том числе Рахманина, вот, вот, зашел Валентин Атипов, я думаю, есть полгода Рахманина, естественно. Да, именно, Господин Амкинович. Потому что Рахманина – это тема очень важная для нашей русской культуры. Тема еще до конца не освоенная, не раскрытая. И тут масса и документов, и масса материалов для осмысления. И вот очень замечательно, что на этой конференции эти доклады прозвучат, и эти материалы будут опубликованы. Ну и хочу сказать, что так всегда на наших конференциях было много гостей из-за границы, из-за рубежных стран. И вот я вижу, тут в программе фигурируют представители Франции. Вот я не знаю, есть ли они реально в зале? Есть, есть. Есть, очень хорошо. С Украины тут есть Чернигов, есть Львов. Так что я особенно приветствую наших гостей издалека, из-за рубежа. Ну и, конечно, всех участников нашей конференции и желаю успешной, плодотворной работы. Ну а сейчас, поскольку конференция необычная, а, так сказать, дважды юбилейная, то и, соответственно, с приветствием выступят не только представители ректората, но и представители заведующих тех кафедр, которые самым непосредственным образом связаны с музыкальной наукой в консерватории. Это Ирина Анатольевна Створцова, заведующая кафедрой истории русской музыки. Ну а Михаил Саш Сапонов, заведующий кафедрой истории зарубежной музыки, просто сделает доклад на очень интересный тип. Так что, в добрый путь, всем успешной работы. Большое спасибо. Да, с вами приветствие я передаю заведующей кафедрой истории русской музыки доктору Владимиру, профессору Ирину Анатольевну Створцовой. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я рада тоже, как и Константин Владимирович, приветствовать вас всех на нашей юбилейной конференции. Я хочу поздравить всех нас, консерваторствам прежде всего, и библиотекам прежде всего, со 150-летним юбилеем. И для консерватории понятно, что это точка отсчета, но и для библиотеки тоже это точка отсчета, потому что наша замечательная библиотека, по-моему, одна из лучших, но в нашей стране совершенно точно. И мы ее очень пережем, храним, и несмотря на сложности, которые возникли вместе с нашим ремонтом, я думаю, что уже в скором времени все наладится, а в перспективе все должно быть идеально, потому что будет отдельное замечательное здание, где мы сможем пользоваться не только нашей библиотекой, но и всеми научно-техническими средствами, которые есть в библиотеках мира. Я хочу поздравить прежде всего строителей конференции, и хочу сказать, что вспомнить и отдать должное М. Борису Нерасиной, которую вы все хорошо знаете, которая много лет возглавляла нашу библиотеку, я даже не помню, когда она ее не возглавляла, точка отсчета уже начала, я не помню, видимо, когда я была уже студенткой, М. Борисова уже была директором, или почти сам уже была директором. И вот эта идея возникновения и создания такой важной, интересной и материальной конференции, она как раз принадлежит ей и ее коллегам, но прежде всего ей, и это, конечно, замечательная ситуация, и это уникальная идея, потому что эта конференция, посвященная в основном архивам, И, вы знаете, я много важных конференций бываю, и редко, когда целиком и полностью конференция базируется тематической проблематикой именно на архивных материалах. Мне представляется чрезвычайно это важно, потому что именно архивы дают возможность, так сказать, и содержат тот архивный факт, который дает возможность потом науке, исследователям создать, так сказать, свою теорию, свои дальнейшие исследования, особенно мне, как русисту, поскольку конференция тоже посвящена русской в основном музыке и в разных, так сказать, объемах, русские, зарубежные, зарубежные, в России, все равно русской истории, мне кажется, это тоже особенно актуально и важно, потому что дает нам возможность ввести новые факты, новые, так сказать, какие-то детали, общую картину, историю русской музыки. Конференция «Казахманович Калорстта», она действительно существует уже много лет, это тоже уникальная ситуация, потому что 17 лет – это очень много, и я хочу сказать, что с этим вышло уже 7 выпусков книг. Вот они, я как раз перед тем, как вы прийти сюда, я их посмотрела, они очень интересны и разнообразны в проблематике, они содержат в себе всегда открытие какое-то нового, факты исторического, что тоже чрезвычайно ценно, будь то это письмо, или это, так сказать, какое-то новое издание, или рукопись, которая выназначена, но, во всяком случае, это всегда, еще раз повторяю, артефакт, который можно изнести и ввести в научный потенциал, особенно на русской истории русской. Мы из-за первых точек. Мне хочется подчеркнуть еще один момент, я не буду долго занимать ваше внимание, я хочу сказать еще о том, очень важном отделе Московской консерватории и библиотеке Московской консерватории, который сыграл тоже очень важную роль в этой конференции. Это специализированный научный отдел в библиотеке, отдел он называется, в принципе, отдел ведомых изданий и рукописи, но фактически это архив. Это и есть архив, такого специализированного названия у нас нет, но это архив. Руководит им уже тоже много лет кандидат искусства ведения Ирина Вячеславовна Брежнева, и вот именно в этом отделе после конференции формируется вот этот будущее научный трон, который уже, так сказать, в седьмой раз вышел. И хочу сказать в том, что когда-то я работала в этом отделе, поэтому я знаю его изнутри, и он просто полон открытий и поводов для открытий. Я думаю, исчерпанного он не будет никогда, потому что все время ракурс немножко изменивается, освещает те документы с тех сторон, которые раньше не были просто видны. И вот на основе материалов, которые хранятся в этом научном отделе, уже сделано очень много докладов как раз внутри этих конференций. Я могу некоторых из них попросту привести. Уже на первой конференции был сделан доклад Ирина Вячеславовна Брежневой о произведениях взрубежных композиторов рукописных в фонде библиотеки, то есть на основе вот этих, соответственно, документатив. Несколько докладов сделаны Ларисой Валентиновой Кирилловной, которая занимается, как известно, биткоином, биткоинские материалы, биткоинские рукописи или авторизованные рукописи с полетами биткоина также хранятся в нашем отделе, и на основе изучения этих документов были сделаны доклады. И вот и все перечислять. И, главное, был представлен архив Чернослитовой, которая тоже хранится в библиотеке, Гамбургский архив Мещенидова, это тоже проблематика прошедших конференций. И с Ербиным Павловым был открыт фортепиальный концерт, найден, и рукописи тоже была представлена как тема конференции прошедших. Должен сказать, что всегда в новой конференции участвовали члены нашей кафедры, и сегодняшняя конференция не исключение. Докладом выступит на конференции доцент кафедры истории русской музыки Александра Максимова с тоже очень интересной темой. Это рекоменданты Кабоса и Шаховского на фондах, еще подчеркиваю, отдела лекарства. То я хочу сказать, что я хочу еще раз поздравить библиотеку, и хочу сказать, что эти конференции, они как нельзя подчеркнуть как раз научный музыковический характер и ее направленности. И это очень ценно, потому что библиотека имеет не только прикладной характер, но очень ярко выраженный, очень ценный для исследователей научный, научный, научный повод для научных прикладов. Еще раз хочу всех поздравить с нашим конференциям, и добрый путь. Ожидаем новых открытий. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ